Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Я Анна Касаткина, вы смотрите информационный выпуск от компании Инстафорекс. Очередной месяц оказался для японского правительства безрезультатным в борьбе с дефицитом торгового баланса. Вследствие слабого мирового спроса территориальных споров с Китаем, в результате которых Поднебесная существенно сократила объемы торговли с Японией, а также из-за отключения ядерных реакторов, экспортно-ориентированная страна испытывает давление. Согласно последним данным, сальдо торгового баланса в декабре оказалось ниже прогнозов, составив минус 567 миллиардов 600 миллионов йен, хотя аналитики ожидали дефицит на уровне в 560 миллиардов и 600 миллионов йен. Тем не менее, экспертов не покидает оптимизм в отношении восстановления японской экономики и наращивания объемов экспорта в ближайший квартал. Этому способствует снижение курса японской валюты, что уменьшает стоимость экспортируемых товаров из страны восходящего солнца, способствуя повышению конкурентоспособности. За последние четыре месяца японская йена потеряла 13% своей стоимости в паре с американским долларом. Прошлую торговую неделю котировка пары закрылась на отметке в 96,6 йены. В пятницу движение пары доллар-йена было нисходящим на фоне заявления министра финансов Японии Таро Асо о негативном влиянии резко дешевеющей национальной валюты. Никто в Минфине не ожидал, что йена начнет столь стремительный рост. Тем не менее, очевидно, что новое правительство во главе с Синзо Абе успешно справляется с одной из наиважнейших задач – понижение завышенного курса йены. Вы смотрели новости на канале Инстатв. До свидания!